В этом видео покажу фрезы, которые чаще всего использую при маникюре, как за ними ухаживать, проводить дезинфекцию и стерилизацию. Интересно? Продолжай смотреть! Привет! Меня зовут Анастасия и сегодня я вам покажу фрезы, которыми пользуюсь чаще всего, для чего я их использую и самое главное, что делаю с ними после работы. Как за ними ухаживать, очищать, производить дезинфекцию и стерилизацию. Первая фреза алмазная, пламя или пуля, ее еще называют, с красным абразивом. Диаметр чаще всего использую 21. Ее чаще всего использую при маникюре для очистки кутикулы, ее поднятия, для боковых пазух, ну а в некоторых случаях с очень сухой кожей, даже для среза кутикулы. Также я часто пользуюсь песочными колпачками. В этот раз я все эти фрезы заказала в магазине Russian Bourse, все ссылки я обязательно оставлю в описании. Здесь нужна резиновая основа и абразив. Чаще всего я использую абразив 180 грит, но в редких сложных случаях может потребоваться и 100 грит. Для снятия гель-лака и мягких материалов отлично подходят керамические фрезы. Я чаще всего использую абразив синий и зеленый, но в этот раз решила попробовать все четыре. Черный, конечно, будет слишком жестким для гель-лака, но вот для геля или полигеля он должен отлично подойти. Одна из моих любимых фрез, вы, кстати, часто про нее спрашиваете, и это конусный твердосплав с зеленым абразивом. Она просто незаменима для опила поверхности или зоны кутикулы, для нарощенных ногтей, конечно, и также для выпиливания материала изнутри. Давайте пробовать. Сначала взяла керамическую с зеленым абразивом. Абразив выбирайте в зависимости от толщины покрытия. Если она тонкая, то синего может вполне хватить. Ну а если там много слоев, то лучше взять зеленую. Достаточно мягко и легко снимает. Единственное неудобство для меня это форма самой фрезы. Она немного выпуклая, то есть вам нужно подстраиваться под изгиб ногтя и не нажимать слишком сильно, иначе можно сделать пропил. Преимущество керамики перед твердосплавом заключается в том, что они не так сильно нагреваются, и также они дольше служат, то есть не так быстро тупятся. Однако новичкам может быть немного сложно с ними, потому что они более острые и больше снимают материала за раз. Соответственно, если нет еще хорошего навыка, то будьте осторожны, особенно в зоне кутикулы. Далее буду снимать твердосплавом. Я вам уже расхвалила эту фрезу, я действительно ей очень часто работаю при наращивании, при работе с верхними формами, но на самом деле она еще шикарно подходит для снятия. Ее я бы советовала начинающим мастерам, потому что хоть она и чуть больше нагревается, но она как бы более ровно что ли снимает материал. В общем, на мой взгляд, ей легче оперировать. Ее тонкий носик, при этом совершенно не острый, позволяет добираться в труднодоступные места, например, вдоль валиков или близко к кутикуле. Этой же фрезой можно подпиливать длину, но лучше это делать, когда материал или база все еще есть на ногтях, иначе это будет не очень приятно клиенту. После снятия материала обычно идет этап маникюра, и здесь я чаще всего пользуюсь фрезой пламя. Ей я отодвигаю и приподнимаю кутикулу. Я люблю работать именно таким пламенем с острым носиком, потому что бывает еще безопасное пламя с тупым, но он не позволяет так хорошо добраться до труднодоступных мест. Ну и потом, если иногда вам попадается фреза со слишком острым носиком, вы можете совсем слегка его смягчить пилкой. Только не переборщите. Клиентам, которым повезло, у них не так уж много кутикулы и не так много над чем работать, я порой могу сделать весь маникюр вообще только этой фрезой. То есть сначала я все подчищаю, поднимаю, и потом этой же фрезой можно срезать кутикулу. Клиентам, у которых постоянно сухие валики, хорошо подходят песочные колпачки. Сначала одеваем колпачок на резиновую основу, это абразив 180 грит, и только после этого вставляем его в аппарат. Не работайте на слишком высоких оборотах, иначе можно обжечь. Я выставляю где-то 13 тысяч сейчас, и смотрите, вот таким образом, аккуратно отодвинув ноготь, ни в коем случае его не задевая, прочищаем, как мы их на сленге называем, сухари. Ну а для мужских рук, которые, как правило, больше по площади, конечно, можно взять больший диаметр, но, как правило, пятерки вполне достаточно для обычного маникюра. Теперь поговорим о том, что происходит после работы и как ухаживать за фрезами. Снимаем песочный колпачок с основы, он одноразовый, повторно мы его использовать не будем, и резиновую основу нужно обязательно подвергнуть дезинфекции. Делаем раствор согласно инструкции, важно соблюсти правильные пропорции, и дальше у вас есть два варианта. Вы можете просто в емкости выдержать фрезы в дезрастворе заданное время экспозиции, оно зависит от раствора, от его концентрации, чаще всего это где-то от 10 до 30 минут, либо можно ускорить процесс и использовать ультразвук. Ультразвуковая мойка, или, как иногда ее неправильно называют, ультразвуковой стерилизатор, очищает фрезы, работает так же, как дезраствор, но за счет ультразвука они также физически очищаются, и твердосплав или керамика потом выглядят как новые, то есть весь забитый материал и кожа из них выходит. Время экспозиции зависит от ультразвука, я работаю на режиме 480 секунд. После этого промываем фрезы в проточной воде, обязательно это надо делать тщательно, и вода должна вот таким образом бежать из крана, а не просто находиться в емкости. После промывания фрезы необходимо просушить, если дальше вы будете их стерилизовать в сухожаре, либо в инфракрасном стерилизаторе. Кстати, в нем есть режим сушки, поэтому это можно сделать в ускоренном режиме всего за 6 минут. Затем идет этап стерилизации, и здесь есть три основных варианта. Сухожировой шкаф, где стерилизация происходит за счет высокой температуры, время экспозиции зависит от модели, но обычно где-то 1 час, температура от 180 до 220 градусов. Или это может быть автоклав, где стерилизация происходит также за счет температуры и дополнительно давления. Или инфракрасный стерилизатор, которым последнее время я пользуюсь чаще всего, потому что для фрез время экспозиции всего 6 минут. Во многих стерилизаторах допустимо стерилизовать без использования крафт-пакетов, но на мой взгляд это очень неудобно с фрезами, ну и потом их придется дополнительно как-то хранить. Поэтому лучше использовать крафт-пакеты, можно использовать вот такую установку, чтобы сразу отрезать по размеру. Не забывайте ставить дату и написать, что в них, если пакет не прозрачный, чтобы потом коллеги не забрали ваши фрезы. Не забудьте сделать запись в журнал, какие именно фрезы или инструменты были простерилизованы. Далее мы просто складываем закрытые крафт-пакеты и их можно хранить таким образом. Ну а если крафт-пакет был не использован, то вам также дополнительно потребуется УФ-стерилизатор для хранения. Вот вам еще один лайфхак. Если фреза слишком сильно забилась материалом, ее можно быстро очистить, включив на максимальные обороты и вставив бафик вот таким образом. Она выходит абсолютно чистой. Но помните, это не имеет никакого отношения к дезинфекции или стерилизации. Это отдельная процедура, которая ее не исключает. Это были фрезы, которыми я пользуюсь чаще всего. Надеюсь, видео было вам полезно. Я оставлю все ссылки в описании. И теперь поделитесь вы, какие у вас топ-3 фрезы, которыми вы пользуетесь чаще всего. Мне очень интересно почитать. Спасибо за просмотр и не забывайте подписываться, потому что новые полезные видео выходят каждую неделю. До новых встреч. Пока-пока.